Дом на лапрошадинте, которая появилась Войны там и встанет Мы под миражами, а где простой народ? Где мы с вами? Кто, если не мы сами? Будем гнаться за мечтами? Ведь мы устали просто быть Мы хотим жить Мы хотим жить Кто, если не мы сердцами? Драч приедем Стимат скончат оттень Я вас приветствую, уважаемые коллеги Дорогие соотечественники Вы знаете Каждый раз, когда у нас Мероприятие такого масштаба Меня переполняют эмоции И у нас могут не чудаться проблеме Семерглаворчий тип дедизбатер Штицфуарти бини К шею штат экипом Фосфуарти актив Дарканажунджи Канажунджем Ла Ун момент историк Канъесте ворба Децары Канде есть ворба Диатору Республики Молдова Канде есть ворба Че моштинири Ли вам ласа Копиилору ностри Тоттимпу лам эмоции Тоттимпу ламе которые думают так как мы. Мы находимся, как говорится, в университете историческое время. Мы можем, чтобы, после 30 лет, мы можем сделать государство чтобы функционироваться в интересах учителя. Не только чтобы получить деньги, чтобы получить деньги, и не дайте импозиты, и не дайте импозиты, и не дайте импозиты, а не дайте импозиты, а не дайте импозиты. В последние 2 лет, мафиотов, который ушел из-за контроля все, что было в нашей стране. В последние 2 лет, мафиотов, ушел из-за конца и мафиотов. Но в последние 2 лет, мафиотовы, продолжают санжевые церкви. В последние 2 лет, мафиотовы, улучши, улучши, улучши. В последние 2 лет, мафиотовы, улучши, 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 улучши. Цитатие несимплее. Есть момент для ловитуры потраты. Са куратим, definitив, цара, для рамашицы, региму, криминалу, улучши, 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 улучши. Улучши. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 которые мы с вами должны донести до всех граждан страны. Первый пункт – это план модернизации Молдовы. Молдова 30 лет жила без четкого плана развития. Во время президентских выборов я пытался донести до всех граждан нашей страны очень простой месседж, что наша страна не просто стояла на месте, она все эти годы разрушалась, потому что ни один премьер-министр, ни один президент, ни одна власть даже не подняли вопрос о том, чтобы заказать комплексный план модернизации страны по важнейшим направлениям. Спустя десятилетиями мы проснулись без четкого плана возрождения промышленности, обновления и развития всех видов инфраструктуры, четкого планирования в сельском хозяйстве, перехода на новый этап развития систем здравоохранения и образования. А все проблемы в экологии решились запретом на импорт автомобилей старше 10 лет и на использование полиэтиленовых пакетов. Без такого плана развития у нас ничего не получится. Любой, как говорят у нас в стране ОМГОСПОДАРК, прекрасно знает, что строительство дома начинается с проекта. У нас в стране в течение 30 лет возводили стены, устанавливали крышу, потом вспоминали, что забыли залить фундамент или еще вырыть бассейн. Мы привлечем лучших молдавских и зарубежных экспертов для разработки плана модернизации Молдовы, без которого будущее нашей страны невозможно. Этот план должен дать ответы на вопросы, какие фабрики и заводы нужны Молдове, какие направления нужно развивать в агропромышленном секторе, какие сельхозкультуры выращивать. Мы должны производить то, что пользуется спросом в мире. Мы, соответственно, благодаря этому плану сможем сократить не только дефицит внешней торговли, но и внешний долг, который сегодня огромен. Частью такого плана обязательно должна стать модернизация транспортной инфраструктуры, которая включала бы в себя возрождение железной дороги Молдовы и создание международного хаба на базе международного аэропорта Маркулешты. Параллельно с реализацией плана модернизации страны должна быть срочно восстановлена система среднего технического образования. Сегодня в стране десятки университетов и институтов, но практически исчезли профессиональные технические училища, которые должны готовить квалифицированных рабочих разных профессий. Пункт номер два из наших приоритетов – это ликвидация Центра по борьбе с коррупцией, реформы СИБА и создание новой спецслужбы Национального бюро расследования. Национальный Центр по борьбе с коррупцией стал главным источником коррупции в стране. Он не сумел предотвратить ни кражу века, ни ландромат, ни другие громкие преступления. НЦБК должен быть ликвидирован. Такая же плачевная информация сегодня сложилась и в Службе информации и безопасности Молдовы. Эти ведомства стали карманными инструментами для обслуживания интересов конкретных политиков. Заслуги этих двух структур испытали на себе многие общественные и политические деятели, примары, бизнесмены, журналисты, адвокаты, гражданские активисты и многие другие. Все граждане нашей страны, независимо от их рода деятельности, больше никогда не будут бояться незаконного преследования, вымогательства, рейдерских атак и судебного беспредела. В результате ликвидации НЦБК и реформирования СИБ будет создана новая спецслужба Национального бюро расследований. В данную структуру будут приняты на службу лучшие офицеры СИБа НЦБК МВД. Молдова слишком маленькое государство для большого количества спецслужб. Нужна одна, но мощная силовая структура, которая будет заниматься не только проблемами национальной безопасности и защитой национальных интересов, но и будет заниматься борьбой с коррупцией в высших эшелонах власти. Новое ведомство будет наделено полномочиями сильнейших спецслужб в мире. Таких, как израильский МОСАД и многие другие. Будьте уверены, что НБР серьезно займется и теми гражданами, которые находятся вдали от Родины и думают, что правосудие до них никогда не доберется. Их обязательно доставят домой, о чем мы их сегодня официально информируем. Сегодня, когда все говорят про борьбу с коррупцией, и очень многие пишут рефераты, другие уже, которые как будто все эти годы с ней боролись, уже пишут мемуары. Мы предлагаем конкретные вещи. Внесение в Уголовный кодекс изменений, которые предусматривают, чтобы наказание за коррупционные преступления начинается от 15 лет тюремного заключения. Люстрация в отношении всех, кто обслуживал олигархический криминальный режим, вводится запрет на занимание государственных должностей сроком на 10 лет. Презумпция виновности чиновников, имущество чиновников, которые не смогут доказать законность его происхождения, конфисковывается в пользу государства. Отмет иммунитета для депутатов парламента Республики Молдовы, потому что многие именно за ним идут в парламент. Мы отменим его для всех депутатов. Мы должны принять закон об автоматическом лишении депутатского мандата перебежчиков, пересмотр приватизации и концессионных договоров за последние 10 лет. Одна из ключевых наших задач – это аннулировать так называемый рэкет на уровне районных администраций. Районные советы сегодня являются инструментом давления и шантажа в отношении оппозиционных и независимых примаров по всей стране. Районные советники избирают не только председателя района, но и вице-председателей, количество которых соответствует количеству партий, которые создают коалицию. Содержание системы районных администраций нам обходится сегодня в десятки миллионов леек. Для нашей бедной страны это непозволительная роскошь. Представьте себе, сколько инфраструктурных и социальных проектов можно было бы реализовать на эти средства. Самое страшное, что эта структура распределяет весь бюджет района по принципу партийной принадлежности. Многие города и села в стране не получают средств на содержание и развитие из-за того, что примары являются представителями оппозиционных партий, либо избирались как независимые кандидаты. Сегодня очень часто невозможно получить деньги на ремонт дороги, детского сада, уличное освещение, потому что руководство района требует примара перекраситься в другой цвет, либо если примар стал, избрался независимым, покраситься также в конкретный цвет. Все имущество, находящееся на балансе районного совета, должно быть передо примариям. Никто из жителей Молдовы не должен зависеть от настроения или цвета районного большинства, созданного теми или иными политформированиями. Финансовые средства должны выделяться всем селам и городам в зависимости от площади населенного пункта и численности его населения. Это даст всем городам и селам страны равные возможности для развития. Наша страна не может дальше идти вперед, пока мы не ведем запрет на двойное гражданство для высокопоставленных чиновников и руководителей спецслужб. Президенту, премьер-министру, другим членам правительства, руководителям всех силовых структур, судям Конституционного суда будет запрещено иметь гражданство других государств. Все они должны быть исключительно гражданами Республики Молдова. Мы сегодня обязаны добиться в парламенте, добить наш законопроект под названием «Три столицы». Визитная карточка страны должна включать в себя не только ее главную столицу Кишинев, но и столицы севера и юга – Бельцы и Кагул. Они должны быть привлекательными во всех отношениях, обладать современной инфраструктурой, транспортом, иметь аэропорты, современные парки, что позволит привлечь в эти регионы зарубежных инвесторов и туристов. Как основу для реализации национального проекта «Три столицы» можно использовать законопроект об особом статусе муниципиа Беллс, положение которого применимо и для Кишинева, и для Кагула. АПЛОДИСМЕНТЫ Когда мы говорим про сельское хозяйство, безусловно, одной из самых важных отраслей нашей страны, отраслей, в которую вовлечено сотни тысяч людей, я считаю, что касаемо сельского хозяйства, мы обязаны сегодня не просто пойти им навстречу и как-то попытаться помочь им решить их проблемы. Сегодня мы даем всем агропроизводителям в стране, впервые в истории независимой Молдовы, они сами смогут решить, кто будет министром сельского хозяйства в будущем правительстве. Кандидатура на должность министра будет определена на общенациональном съезде с участием всех представителей данного сектора. В рамках этого же собрания делегаты Юга, Центра и Севера смогут выдвинуть в качестве кандидатов на должности заместителя министра, госсекретарей, представителей своих регионов. Таким образом, они смогут не только контролировать работу данного министерства, но и всегда будут иметь возможность быть услышанными без того, чтобы месяцами ждать приема или решения приема у чиновников или ждать решения той или иной конкретной проблемы. Сегодня я делаю на все продукты, на все лидеры, на все лидеры. Парагея, приема у чиновники, Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На сегодняшний день это порядка 400 миллионов лей в год. 50% этой суммы получат местные органы власти для реализации проектов по развитию молодежи и спорта. Это финансовые обучающие тренинги для молодежи, поддержка юных талантов, финансирование спортивных секций и клубов, проведение местных чемпионатов поощрения спортсменов. Вторые 50% будут направлены на реализацию проектов общенационального масштаба. Вы все видели, как в течение последних шести лет бельцы стали спортивной столицей Молдовы. За счет средств из муниципального бюджета, за счет моих личных средств в Бельцах появились самые хорошие в стране залы для большого тенниса. В Бельцах баскетболисты четырежды стали чемпионами страны, обладателями кубков страны. У нас такие же достижения в футболе, в борьбе и других видах спорта. Сегодня, если мы претендуем, что спорт это наше все, то мы должны о нем не болтать, а для этого делать конкретные вещи. Мы сегодня обязаны реализовать государственные социальные проекты, такие как социальные магазины, аптеки, рынки и транспорт. В каждом районе страны будут открыты по одной государственной аптеке и по одному государственному социальному магазину, где будут продаваться продукты питания без торговой наценки. Услугами социальных магазинов смогут пользоваться пенсионеры, многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями, сироты, ветераны войны и локальных конфликтов, чернобыльцы. Зарабатывать деньги на пенсионерах и малоимущих аморально. Тем более, что в условиях, когда государство не может им оказать посильную помощь, не можете помочь, так хоть не обдирайте этих людей. В каждой сельской примарии будут установлены аптечные автоматы, в которых можно будет приобрести самые востребованные лекарства. Ввиду отсутствия связанных с расходом на содержание обычной аптеки, а это аренда, зарплата фармацепта и другие расходы, стоимость лекарств будет на 20% ниже рыночной. Но самое важное, что люди больше не будут вынуждены ездить из села в район для того, чтобы купить самые необходимые лекарства. Первый терминал автоматической аптеки уже находится у меня дома. На следующей неделе я его представлю, как это выглядит вживую, чтобы люди понимали, что мы не просто болтаем, а у нас уже есть этот терминал, мы приведем в порядок законодательство. Для тех, у нас есть очень много экспертов, которые говорят, что вот, а как же это будет работать. Для лекарств нужна определенная температура. Хочу всем этим экспертам сказать, что там, где они сегодня работают, я могу подавать. Это сертифицированные в Европе аптечные комплексы, которые поддерживают круглый год одну и ту же температуру, и для этого были разработаны. Поэтому в каждой селе будет такая аптека. Мы сегодня видим проблему наших производителей. Мы очень много лет в Бельцах боролись с тем, чтобы у производителей, отечественных производителей, была возможность торговать напрямую, для того, чтобы они могли реализовать свою продукцию со своей наценкой, но без всяких посредников, торговых сетей. У нас в Бельцах сегодня, я думаю, самый приличный в стране сельскохозяйственный рынок, куда приезжают торговать люди со всей страны. Такие государственные рынки, где могут торговать, еще раз повторюсь, в первую очередь производители, должны быть открыты во всех регионах Республики Молдова. В Молдове не должно быть ни одного села, которое не имело бы организованного правильно транспортного сообщения между селом и городом. Сегодня экономические агенты выбирают себе какие-то хлебные маршруты, а убыточные они оставляют просто на произвол судьбы. Сегодня во многих селах отсутствует транспорт, либо он просто ужасного качества, потому что все выбирают себе какие-то лакомые направления. В каждом районе после тендера, если перевозчик претендует на оказание качественных перевозок всему району, то он берет все маршруты, а не делит села на села с прибыльными маршрутами и нет, так как это работает у нас сегодня в Бельцах. В президентские выборы я говорил о том, что сегодня есть острая необходимость в региональных консалтинговых центрах по всей стране. Да, я говорил о том, что они должны быть в каждом районе. Переговорив с экспертами, все-таки эксперты рекомендовали мне, что их достаточно три очень крупных региональных центра. Наши сограждане, которые за рубежом с трудом заработали какие-то средства, приезжают домой, пытаются вложить их в какое-то дело, и чаще всего это делают вслепую. Без консультаций специалистов многие берут неподъемные кредиты, потом оказываются в долговой яме. Сегодня в этих региональных консалтинговых центрах любой гражданин нашей страны сможет получить консультацию, что можно открыть в том или ином городе или в том или ином селе, а не открывать бизнес вслепую. Потому что у нас кто-то приезжает заработать в России, видит, все сажают яблоки, давай сажать на севере яблоки. В каждом селе у нас единственный проект, это вместо магазина в Луминице открыли бары. Сегодня людям нужно подсказывать, какие есть свободные ниши для того, чтобы правильно вложить эти деньги. И самое главное, получить правильную консультацию, потому что у нас люди берут кредиты, они смотрят на вывески и на рекламные панно. В результате сумму, которую они должны выплатить, в результаты в разы привожают сумму, которую они брали или на которую они рассчитывали изначально. Товарищи начальники, присутствующие в зале, те, кто нас смотрят онлайн. Будучи примаром в муниципе Белф, я увидел очень многих так называемых производителей. Производителей в кавычках. А у нас есть люди, которые производят хорошие вещи, а есть куча форцаманов. Пока мы не восстановим систему контроля метрологии и контроль качества ГОСТ, у нас в стране не будет ни молока, ни мяса, ни других видов продукции. У нас сегодня, я так для себя брал некоторые продукты питания, делал их анализ в некоторых лабораториях за рубежом, потому что у нас в стране нет одной качественной лаборатории, которая бы определяла эти стандарты. Мы с вами двигаемся в никуда. Сегодня очень многие в мире, вы знаете, говорят о криптовалюте. Криптовалюты становятся сегодня все более популярными финансовыми инструментами в мире. Молдова не должна стоять в стороне от этих мировых тенденций. Мы должны разработать национальное законодательство о функционировании криптовалют, которое будет соответствовать международным нормам и практикам, и позволит применить эти финансовые инструменты в Республике Молдова. Сегодня я хочу со всей ответственностью сказать, когда выходят там, вы видите, у нас последние 2-3 недели, как началась кампания, у нас постоянно кто-то кого-то пугает. Левые, причем левые не политические, они левые по жизни, пугают всех, что придя к власти, мы объединим страну с Румынией и приведем в страну базы НАТО. Правые, которые пьют, я думаю, тот же кумыс, как некоторые левые, угрожают, что вот рука Москвы и так далее, и так далее. Значит, я хочу всем сегодня с этой трибуны сказать, что мы всегда поддерживали и полностью поддерживаем нейтральную статус Молдовы, и пока мы будем в парламенте, мы никогда не проголосуем за разрешение на пребывание в Молдове иностранных войск. Тем более, что в Конституции четко сказано, Республика Молдова провозглашает свой постоянный нейтралитет, и Республика Молдова не допускает размещения на своей территории вооруженных сил других государств. Сегодня, если мы говорим про внешнюю политику, Молдова должна выстроить правильную внешнюю политику, прежде всего с нашими соседями, Украиной и Румынией, сотрудничать в интересах Молдовы как с Западом, так и с Востоком, но при этом ни в коем случае не быть вассалами ни перед кем. Мы всегда придерживались этой принципиальной позиции, в то время, как другие спекулировали на геополитике и меняли свою позицию в зависимости от конъюнктуры и собственных корынтных интересов. И самое важное, когда кто-то говорит на разных телеканалах, в своих выступлениях, что невозможно поменять это, невозможно поменять то. Этому мешает Конституция. Третьему мешает Принчипиш-Валорь. Третьи сидят, пишут реформы в кабинетах. Если их выпускаешь в район, они не могут дорогу без компаса дойти, дорогу хотя бы до бетонки. Я хочу сказать, что избирательный блок Рената Усатова выступает за переучреждение государства, которое невозможно без новой Конституции, которая была изнасилована кем угодно и как угодно за последние десятилетия. Молдова переживает кризис конституционности. Насилие над Конституцией должно быть остановлено. Эта Конституция устарела и не отражает больше сегодняшние реалии. Накопилось много проблем, которые могут найти свое разрешение только в рамках новой Конституции. Разработка и принятие нового основного закона должно быть общенародным делом. Результатом этого процесса должна стать полная перезагрузка страны, на основе новой Конституции. И тогда будет все можно и возможно. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Аккум, аж вrea să menцюнес că au fost prezentate doар уния данные, данные в Hera's пункты, данные вlloје, блоку луи електора Лената Усат. Нои, астази, с кау-м chairам раку, Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...